Продолжаем наш эфир. У нас сегодня очень такой активный детский день, 1 июня, и теперь у нас в программе Михаил Пореченков и Павел Крупник. Здравствуйте! 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 Сразу вопрос. Вы в цветах, и это не случайно. Да, у вас замечательные белые бумажные цветы. У Павла фиолетовые. У Павла это платок. Вот белый цветок. Вот белый цветок. Белый цветок. Ну, я сразу поясню. Это общегородская благотворительная акция «Белый цветок», к которой вы имеете непосредственное отношение. Вы как исполнительный директор детского хосписа. И Михаил, какая у вас функция? Вы... Посол. Да. Посол. Именно вот эта акция «Белый цветок». Хосписа. То есть вы сейчас прямо на улице Петербурга делали эти цветы? Да, я думаю, что акция все время как-то звучит так очень жестко. Да, я думаю, что это порыв, душевный порыв. Давайте скажем так, что это правильное состояние души, при котором хочется дарить цветы, хочется помогать, хочется, чтобы в твоей душе открывались те маленькие дверцы, которые ведут нас к большой любви. Ну, у меня сразу вопрос к Павлу, да. Скажите, пожалуйста, понятно, что до 1 июня это правильный, хороший день, чтобы проводить такую акцию, но в обычные дни. Как происходит помощь детскому хоспису? Ну, я в двух словах скажу вообще немножечко о сегодняшнем дне. Это второй этап. Наш праздник, он делится на две части. Весь май школьники Петербурга делали, практически все школы и дома творчества и ютах делали вот такие бумажные цветочки. Это ученики начальной школы. В каждой из этих школ проводились уроки милосердия и доброты, на которых учителя рассказывали детям, Что такое милосердие? В чем смысл этого? В чем смысл нашей, как сказал Михаил, плохо слова акции? Ну, это акции. Значит, нашего мероприятия. Не, ну акции, если это оплаты, не действие. Это все-таки действие, которое может побудить людей тоже на соответствующие дети. Да, детки не просто делали эти цветы, они понимали, для кого они делали. Что своими руками они кому-то делали гораздо лучше. Ведь на собранные деньги, вот, например, в том году девочка у нас поехала в Евпаторию, врачи прописали ей обязательно, причем обязательно с дельфинами, вот я не знаю это слово. Дельфинотерапия, она так и называется. Дельфинотерапия. И у девочки поехала в Евпаторию. Ну, кому-то мы купили какие-то коляски революционные, кому-то просто лекарства. Неважно. Мы, тем самым, дети сами могут ощутить. Я спрашивал, ну, я присутствовал на таких уроках и задавал детям вопрос, а что такое вообще доброта? Вот как ее можно, вот можно ее как-то потрогать, ощутить? Видите, вот, например, мороженое, можно съесть оно сладкое. Доброта, что это? Вот она, вот ее можно потрогать. Доброта, милосердие, вот оно. Вот вы его сделали. На улице наши волонтеры, а их 220 человек сегодня, это 38 точек у всех метрополитенов, кто-то получит этот цветочек. Кто-то уделит нам внимание, оставит нам копейку, две, сто рублей, пятьдесят рублей, неважно, сумма неважна. Но спросит, почему, что это такое, для чего это нужно. Мы говорим, есть детский хоспис, есть детки, есть заболевания, есть боль родителей, боль семьи, боль детей. Не надо, и в этот день мы призываем помогать не только детскому хоспису, но если вы знаете, что по соседству живет мальчик, девочка, страдающий с какими-то заболеваниями, у нас есть, конечно, своя суета, жизнь, мы как-то сторонимся чужие беды, бывает, что даже равнодушие какое-то в нас есть, не потому, что мы плохие люди, а потому, что нам действительно некогда, кто-то просто этого боится. И как бы делаем вид всем подъездом, все парадные, как будто мы не знаем, что на втором этаже бабушка воспитывает дочку, а дочка в коляске, ну то есть внучка в коляске. И какая-то, и вот мы как бы знаем, ну как бы мы, ну это же не наше, вот есть государство, есть комитет по здравоохранению, есть, в конце концов, Минздрав, они и должны помогать, есть президент Путин, вот они и должны помогать. А в этот день мы говорим о том, чтобы и деткам говорим, не каждый из вас будет 1 июня у метро и ваши родители, но если вы знаете о таких детках, которых вы, может быть, это одноклассники ваши, может быть, это есть соседний интернат, ну лишите себя в этот день мороженого, ну подарите это мороженое вот деткам, ну зайдите все вместе, соберитесь в парадную, обсудите с родителями, ну спуститесь на второй этаж, ну купите тортик, ну позвоните в дверь, ну проявите, вы не представляете, какие глаза вы увидите в ответ. Вот об этом суть, то, что мы делаем. Чтобы дети уже в школе понимали, что быть добрым, это круто, а быть жестоким, это некуда. Потому что вот видеоигры, видеофильмы, все такое, знаете, вот зомбируют детей на какую-то агрессию. Драки, то, пятое, десятое. И мы говорим, ребята, есть вокруг нас те, которые нуждаются в нашей поддержке и помощи ежедневно. Мы не говорим о том, что вы должны это делать ежедневно, но раз в году, когда вы делаете цветы, вы вспоминаете о них. Сегодня я, Миша, уже говорил, что есть такая ситуация, ведь нашим деткам больно каждый день. Вот боль их не оставляет каждый день. Вот так вот представить эту ситуацию, очень тяжело здоровому человеку, наверное, даже невозможно. И слава богу. Мы не понимаем, вот, и много часто задают вопрос отцу Александру, директора нашего учреждения, от Каченко. Батюшка, ну почему вот именно этим деткам это досталось? Вот почему? Ответа на этого нет. Ну, а на что батюшка говорит, что все дети, вне зависимости от того, крещённые, некрещённые, да, все попадают в рай. А патриарх, когда был у нас, он сказал, эти дети ближе к Богу. Вот всё, что он сказал на этот вопрос. Вот это такой день, который мы хотим посвятить не нашему учреждению. Мы хотим пробудить вот... И люди, вот сегодня Михаил, он вам сам расскажет, а я смотрел со стороны на Невском, потому что если я стою и прошу деньги, мне никто не даёт. А когда стоит Пореченков, ну его не обходят люди. Кто-то хочет сфотографироваться. Ну, посмотрите, идёт по Невскому, стоит Пореченков с какой-то ящичком, какие-то цветочки раздаёт. Конечно, интересно, когда у него... А, Михаил, ничего, что всё так плохо в профессии? Мы, в принципе, догадывались об этом. Ну, не настолько. А он говорит, да нет, сегодня 1 июня, у нас вот такая акция, вот детки, а у нас там колясочники, все приехали, вот у нас там, они собирали, делали цветочки сами. Говорит, вот такая акция. И никто, вот кто к нему подошёл, маленькие, то есть молодые мамы с детьми, у которых, наверное, тоже немного денег, пожилые, прохожие, да. Гости города вообще, это вот самое главное, что гости города уезжают с таким позитивом из Петербурга, что есть такая акция в Петербурге. Потому что город славится благотворительству, отдавали ему деньги. 500 рублей, ну, все. Жалко, что его нельзя там оставить до вечера на Невском. Собрали, конечно, сумму. Вопрос, Михаил. Какие глаза его видели, расскажите, пожалуйста. Это очень важно. Это очень важно понять, да, то есть вот... Вы каждый год в таких участвуете? Ну, вот уже второй год подряд, да, мы проводим не только эти акции, приезжаем в хоспис и встречаемся. Мы здесь с детьми пытаемся помочь. Но это вообще такая же достаточно большая и добрая традиция в актерском братстве, да, заниматься благотворительностью. Вот благодаря Павлу Анатольевичу я подключился к этому архиважному делу. Потому что если мы хотим людьми оставаться, да, мы должны понимать и учиться чувствовать боль тех людей, которые находятся рядом с нами. И это в первую очередь относится к детишкам, которые нездоровы. Потом уже говорим о наших родителях, о стариках и о людях, которые вообще нуждаются. Это акция, опять не хочу говорить акции, я думаю, что этот шаг и этот душевный порыв, он еще и больше всего направлен внутрь себя. Найти в себе силы, да, несмотря на всю мишуру, которая вокруг нас, сложную обстановку и такую, и в ЖКХ, и в политической, где угодно, да. Но найти в себе силы, обращать внимание не только на себя и на свои проблемы, а и на людей, которые находятся вокруг тебя. Ну вот, просто у нас постоянно возникают вопросы и разговоры о благотворительности. Дина Корзун у нас здесь была. И все говорят о том, что, конечно, это очень какой-то такой долгий и длительный процесс вот у нас в стране. Только-только, может быть, сейчас народ начинает понимать, что такое благотворительность и начинает активно в ней участвовать. И только благодаря тому, что стали именно лицами, послами доброй воли известные люди. Вот как-то можно предугадать, что, например, все-таки через несколько лет это уже все-таки будет повсеместно. Все будут понимать, что благотворительностью нужно заниматься. Независимо, актер вас приглашает к этому, либо неизвестный человек, что это норма. И как меняется человек? В прошлом году вы были первый раз, в этом году второй раз. Есть какая-то разница? Мы же понимаем, что вообще история благотворительности в нашей стране, я думаю, что лет пять насчитывает. То есть она совсем-совсем активная. Но мы видим, что к ней подключается просто огромное количество людей. И это очень серьезно. Они не задают, а что это, куда, что. Все очень быстро соображают, что происходит. И это уже радует. То есть мы понимаем, что зерно сострадания уже заранили в души людей. Они проходят мимо, они просто так говорят, что у вас там происходит, распродажа или что? Что интересует, да, в основном? На Невском, говорят, акция какая-то, это еще. Нет, они, а, да, очень быстро все. И это уже положительный эффект. Это уже хорошо. Я же вижу, что люди, неважно кто, там, гости Петербурга, там, мамы, дети, которые приходят. Но я говорю, ну, мы же не говорим, что сбором этих средств мы уже так сильно поможем. Есть люди, которые действительно инкогнито помогают, аккуратно, тихо, спокойно дают большие суммы. Мы говорим все-таки о людях, чтобы они заглянули внутрь себя. Все-таки надо, чтобы они почувствовали и увидели Бога. Ну, хотя бы один раз в году, а потом это будет чаще. Ну, вот, как говорил Павел, да, во всех школах дети, собственно, проходят у них уроки милосердия. Вы, Михаил, отец, у вас много детей. Как у вас уроки доброты, милосердия в семье? Луплю их, как сидоровых коз. Это самый главный урок доброты. Вы шутки, Михаил. Сегодня у них защита детей. Нет, нет, нет. Нет, тут тоже нужно понимать. Дети, слава богу, здоровы. И дай бог, что это продлится на долгие и долгие годы. Поэтому с ними нужно разговаривать серьезно. Но, говорит, они учатся в православном колледже, поэтому первое, что они должны верить. Одна из самых главных составляющих вещей в человеке – это вера. Она не требует никаких доказательств, как доброта, любовь и милосердие. Ну, если любовь еще мы требуем от любви что-то взамен, да, обладание чем-то, то от милосердия, от доброты нет. Поэтому вера – самое главное. Вот то, что если они воспитают себе это качество, оно пройдет с ними через всю жизнь. Это самое сильное, что должно их держать и осоставлять их фундамент жизненный. Друзья, давайте сделаем небольшую паузу. Мы сегодня стараемся в День защиты детей вспоминать какие-то такие эпохальные музыкальные вещи, связанные с таким замечательным явлением, которое у всех у нас было детство – облака белогривой лошадки. Все в эфир. Павел Крупник нам рассказывает о том, собственно, что удается сделать. Да, в Санкт-Петербургском детском хосписе. И что, сколько стоит? Павел Крупник – исполнительный директор и посол доброй воли детского хосписа Михаил Париченко сегодня у нас в гостях. Сегодня, как мы знаем, да, в 38 точках города у станции метро проходит акция, хоть они и не любят это слово, благотворительный жест, благотворительный шаг, белый цветок. Каждому дарятся белые бумажные цветы, которые были созданы руками Петербургской школы. То есть прямо сейчас, если кто-то нас услышит, он может прийти и принять участие, успеть. Эта история еще работает, правильно? До вечера. До вечера. Но только без Михаила. Михаил, пока здесь. Вы вернетесь потом на Невску? Я вернусь к Валерию Гергиеву и буду читать для детей замечательную сказку Сергея Сергеевича Прокофьева «Петя и Волк». Вместе с симфоническим оркестром. Поэтому акции для детей продолжаются. Вот вы сказали, люди проходят мимо, многие. Это тоже в паузе у нас прозвучало. А у вас есть ответ, почему люди как-то опасаются прикасаться к чему-то непонятному? Может быть, потому что слишком часто их обманывали? Может быть, потому что слишком много людей, которые, в общем-то, являясь негодяями, используют эту историю в своих каких-то меркантиновых обстоятельствах? Конечно, потому что в 90-е годы вообще благотворительность, она немножечко на себя какой-то пребывала. Так вот эти смарафоны постоянные, знаете, непонятно, куда идут деньги, непонятно, кто им их расходует. У нас то, что мы собираем, мы опечатаем, отвозим в банк на Петербург, все перечитывается, сумма, она официальная, мы можем дать. Мы показываем, куда эти деньги уходят, на что они уходят, вплоть до того, что приобретено. Вот ежегодно мы проводим новогоднюю нашу акцию. Мечты называется. И дети пишут свои сокровенные мечты. Причем это не только детки, которые у нас, а их более 300 человек у нас в хосписе на учете. Если постоянно 20 с родителями, еще в Ольгино. Сейчас скоро строим областной будем строить. То больше 300 детей. Но нам же пишут дети с регионов, где нет детских хосписов. И мы не можем не отвечать им, не помогать, не исполнять их мечту. А мечты самые разные. Сегодня вспоминали даже от букета ромашек зимой до катания на вертолете. То есть кто-то хочет увидеть Диснейл. Это неважно. Так вот, я к чему это хотел сказать? Что вот эта мечта, вот наша мечта, вы говорите, почему люди многие обходят нас стороной? Да-да-да. Вы себе как-то отвечаете? У меня такая мечта, чтобы вы просто хотя бы нас слушали. Ничего не надо. Вот мы достаточно уверенно себя чувствуем. Если мы начинали 12 лет назад хоспис в том видео, которое у нас сейчас есть, нам было настолько тяжело в те годы прийти кому-то, что-то попросить. И сейчас в детских хосписах знают в Петербурге очень многие люди. К нам можно приехать в гости, к нам можно прийти работать волонтером, к нам можно приходить на праздники. У нас большой праздник сегодня на Бабушкино. А вот те люди, которые, о чем я говорю, которые проходят нас стороной мимо, они не хотят знать о чужом горе. И я не виню их абсолютно, потому что у каждого есть свои проблемы. У каждого, может быть, кто-то болеет, кто-то экзамен не сдал, у кого-то с работы уволили, у кого-то зарплату понизили. Жизнь такая, я их абсолютно не виню. Это вот такая вот ситуация. Они делают, может быть, много добрых дел, и без того, что они помогают или не помогают таким акциям, как мы. Главное, чтобы вот наша вот цель, цель, один день в году вспомнить, а именно о детках. Это очень важно. И вот этот миллион-два, если мы соберем, да, это не сумма. Интересует, по 100 рублей мы собираем, по 10 рублей, по копейке. Смотрите, какое количество людей должно дать нам деньги, чтобы собрать миллион рублей. И вдумайтесь, эти сотни, тысячи человек знают о нашей акции, знают о боли детей. Значит, где-то они увидят или помогут... У меня был случай, когда коллеги по работе не знали, что у женщин ребенок инвалид, она вынуждена работать. Да вот там еще мыть полы в школе, чтобы как-то иметь возможность лекарства, всякая физиотерапия и тому подобное. Когда они узнали, они своих скромных зарплат помогли лекарствами. Но это же надо знать, это же надо спросить. Это же нужно... Ведь люди, у которых такое горе, они живут в таком, знаете, замкнутом пространстве. Ребенок, боль, семья, кухня. Родственники максимум. И вот они живут в этом мире каждый день. И выйти им куда-то с кем-то, вы говорите, это нет. Мы должны прийти к ним, мы должны предложить им помощь. И они должны знать, что когда... И эти люди еще, знаете, как ситуация у них, они не просят. Но стараются это делать, вот обходить вот это все. Это, знаете, потому что когда отказывают, но это переживать сложно очень. Ну это да. Мы должны, общество должно к ним прийти. И в этот день мы говорим, ну не проходите мимо. Ну пожалуйста. Возьмите просто цветок. Мы же раздаем цветы вообще практически. Вот просто так. Деньги дает тот, кто уже... А что за цветок? Это акция. А что? Вот помогаю. Вот, пожалуйста, я помогу. А цветок мы даем вообще. Просто так. Дети его сделали. А дети были такие случаи, проходили мимо. И говорят, мама... Это мы делали цветы. Мама, купи, пожалуйста, цветочек. Вот это было круто. Скажите, пожалуйста, Михаил, были ли такие люди вот сегодня на Невском, кто вас не узнавал, но помогал? Просто подходил, видел, что человек вот хочет помочь детскому хоспису. Было такое? Да, подходят, отдают, денежку бросают. Ой, а это вы? Я говорю, это я. Да, такие тоже моменты бывали. Это говорит о том, что люди не на меня все-таки идут, а по велению сердца. И хотят что-то сделать доброе. Это нас и отличает от всех, что мы люди. В конечном итоге мы там в этих баталиях политических, международных скандалов, в наплыве пропаганды и всего остального. Мы просто потеряемся как люди. Чёртовая мать. У нас не будет просто существовать. И мы всё потеряем. И мир, и страну, и землю. Всё. Надо оставаться людьми для того, чтобы жить. Это самое главное. Тут я не могу не задать вопрос, поскольку мы задаем вопросы наших пользователей. Вопрос непростой. Дозревайте. Давайте. Спрашивает пользователь наш Гавриил, и он пишет, Михаил, скажите, пожалуйста, вы говорите здесь сейчас о гуманизм. Как это сочетается со знаменитой пулемётной историей? Видимо, речь идёт про аэропорт Донецк. Да, я понимаю, уже расследование произошло, да, с точки зрения этого человека всё доказано. Ну, так я отвечаю, да. Если он работает в исполнительной судебной системе, и уже всё доказано, что там произошло и как, тогда я буду отвечать на эти вопросы. А с другой стороны, вы знаете, сколько там людей погибло? И разница этого человека и моя в том, что я там был, а его там не было. Поэтому там была и боль, и страдания, и детей, и взрослых, людей, которым запретили говорить на родном языке, которые хотели сделать людьми третьего сорта, и не хотели смотреть на их воли и заявления. Поэтому вы уж меня простите, и я занимаю такую, может быть, рисковатую точку зрения. Засим мы закроем эту тему. Принято. Ну что ж, давайте ещё раз напомним, что до вечера акция продолжается. Сегодня до 19 часов у станции метрополитена в Петербурге проходят благотворительные движения, мероприятия «Белый цветок» Санкт-Петербургского детского хосписа. Все желающие могут помочь и сегодня, и, я так понимаю, да, Павел, в любой другой день. Мы всегда рады. Всегда рады гостям. Вот последний случай. У нас был концерт Тимати в Петербурге. Первый такой в Ледовом дворце. Он нам дал 60 билетов. И детки, наши взрослые ребята, которые находятся в Петербурге, смогли посетить с родителями концерт. Он приехал к нам в хоспис. Я пригласил его. Он отказался от репетиции. У него вообще было совсем мало времени. Но он приехал и был шокирован приемом встречи. То, что его песни... Он даже песню с нашим мальчиком, с Толиком спел, колясочником. Толик очень прикольный парень. И он уже взрослый, 18 лет. Вот он как раз... У нас до 18 лет. Вот мы сейчас будем с ним прощаться. И Толик так был рад, что он с ним пел песню. И Тимати сидел и смотрел на это. И все то же самое. Говорит, вот те же слова, что и я. Если меня пригласили, значит, да, вот... И если я могу вот Толика, хотя бы Толика рассмешить, а он так смеялся. Но вот этот вот... Все, уже, значит, на сегодня я прожил жизнь не зря. Мы с Толиком... Я приехал в хоспис. Мальчик-дедомовец у нас, колясочник. Мы с Толиком посидели, поболтали. А он спросил, а есть ли у вас жена? Какое у вас хобби? А когда вы ложитесь спать? И тому подобное. И все-все-все. И Толика интересовала вопросы. Не гонораров, и когда последний раз был Тимати в Сантрапе, а просто такие бытовые вещи. И Тимур рассказывал ему как будто другу своему. И они смеялись. Все дети собрались. Тимур дал все. Сколько в глазах было счастья. Вот Тимур и Толик не забудут эту встречу никогда. Ни тот, ни другой. Конечно, я потом спросил его впечатление Тимати об этом. Он говорит, слушай, тяжело после, знаешь, там... Как бы, знаешь, что-то открывается. То, что, в принципе, спит в тебе. И ты так смотришь, думаешь, вот как мы живем, да, вот эти концерты, кастроли, самолеты, борта, там то-то. И вдруг я, буш, сюда оказался. Смотрю на... Вокруг меня детки. И вижу их смех. И мне как бы вот кайфовало от того, что я сюда приехал. Молодец. Спасибо большое. Напоминаю, Павел Крупник, исполнительный директор детского хосписа. И Михаил Париченко, посол доброй воли. Артемий Панарин второй год подряд нам приезжает. Сейчас на Невском раздает цветы. Звезда НХЛ. Все, все срочно. Удачи вам и понимающих глаз. Дослушайте программы Фонтанки Офис. И все на Невский и к станциям метро. Брать красивые белые цветы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.